МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Офишнс для канала Брянская губерния. О наиболее заметных культурных событиях на завтра, субботу, 18 марта, расскажу вам я, Оксана Измерова. Брянский областной театр драмы приглашает завтра юных зрителей на мюзикл Геннадия Гладкова «Хоттапыч» по мотивам повести Лазаря Лагина на стихи Юрия Энтина. Режиссер-псановщик, заслуженный артист России Вячеслав Шляхтов, Москва. Приключения школьников и Джина начнутся завтра ровно в полдень. А вечером музыкальная комедия «Амуры в снегу» по пьесе Дениса Фанвизина «Бригадир». Театр юного зрителя приглашает вас завтра на спектакль по произведению Александра Грина «Аллы Паруса». Режиссер-псановщик Лариса Леменкова. Повесть о непоколебимой вере в чудо и все побеждающей мечте была написана еще в начале 20 века, но как она близка современному человеку? Начало в 14 часов. А областной театр «Кукол» приглашает завтра на спектакль «Репка». Зрители встретятся с героями известной русско-народной сказки. Начало в 11 часов. В концертном зале «Дружба» завтра состоится концерт «Предчувствие весны». В нем примут участие лучшие хоровые коллективы города Брянск и Брянской области. В программе хоровые произведения русских и советских композиторов, обработки народных песен. Начало концерта в 15 часов. Андрей Кончаловский намерен свой юбилей отпраздновать с туром по России. В города страны он отправится со своими известными картинами «Сибириадой», «Историей Аси Клячиной», «Дворянским гнездом», «Раем». А что сегодня идет в кино? Классическая экранизация сказки «Шарля Перо. Красавица и чудовище». В России сюжет наиболее известен по сказке «Аленький цветочек», записанный русским писателем Сергеем Аксаковым со слов «Ключница Пелагеи». Уральские пельмени в российской комедии «Везучие случаи». Лоперейный билет приносит крупный выигрыш компании друзей, и его они пытаются скрыть от своих жен. Психологический триллер «Сплит» в основе сюжета о человеке, в котором живут не менее 23 личностей. Какая из них проявит себя сейчас? Сергей Безруков в драме «После тебя». Что я оставлю после себя? Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела. Историческая драма «Скрытые фигуры» расскажет о нелегкой участи женщин-афроамериканок, ведущих разработки космических миссий. Фантастический приключенческий боевик в формате 3D «Конг. Остров Черепа». На неизвестный остров Тихом океане попадает команда ученых и искателей приключений, но очень скоро миссия превращается в игру на выживание. Российская комедийная мелодрама «Любовь с ограничениями». Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира и только одно маленькое ограничение. Он должен постоянно быть в инвалидном кресле. В ролях Павел Прилучный, Анна Старшинбаум и другие. Французская комедия «Супер Алиби» представлена в кинотеатрах «Райпарк и Люксор». Музыкальный мультфильм в формате 3D «Зверопой». Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей. Фью Джекман в фантастическом боевике «Логан», основанном на комиксах Марвел и являющемся третьим фильмом про Росомаху. Логан не сможет скрыть своего прошлого, когда встретится с юным мутантом. Российский фантастический боевик «Защитники» пройдет в кинотеатре «Райпарк». Фантастический трейлер «Великая стена» смотрите также в кинотеатре «Райпарк». 22 марта в рок-мьюзик-баре «Дакота» состоится концерт группы «Анимация». Константин Кулясов, лидер группы, неоднократно говорил о том, что их музыка отображает все проблемы человека. Интервью и живой звук в программе «Смотрите, кто пришел» на телеканале «Врянская губерния». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова